Еще одна важная тема уходящей семидневки. Беларусь и Россия нашли компромисс в нефтегазовом споре. Странам удалось договориться о взаимовыгодном формате поставок и транзита нефти, а также новом механизме расчета цены на газ. Как подтвердили в Минэнерго, в ближайшие дни будут компенсированы недоплаченные ранее деньги за полученное нами голубое топливо. Россия, в свою очередь, вводит механизм так называемой межбюджетной компенсации. Что же касается нефти, Россия сняла все ограничения по поставке нефти в наши страны. Уже с 20 октября она начнет поступать в прежнем объеме на белорусские НПЗ. Екатерина Желянина продолжит. Дорожная карта, по которой белорусы с россиянами смогут выйти из тупика нефтегазового спора, приобрела на этой неделе вполне конкретное очертание. Главный камень преткновения — цена на газ. Компромиссная схема оказалась непростой. До юры стоимость остается прежней, как и формула ее определения. Де-факто Беларусь получает существенную скидку. Причем задним числом. Мы наметили и протоколом обозначена траектория снижения цены во все последующие годы. С 1 июля 2016 года уже идет снижение цены на газ. Называться я не могу. У меня есть определенные обязательства со своими коллегами. Мы дали, что не будем озвучивать эти цифры. Цифры, правда, называют сами россияне. По крайней мере, масс-медиа наших партнеров публикуют вот какие данные. Цена газа с июля текущего года для Беларуси станет на 30% дешевле. А это экономия 400 миллионов долларов. В 2017 году стоимость составит 6000 российских рублей за 1000 кубометров. По нынешнему курсу около 96 долларов. Главная особенность этой скидки в том, что реализована она будет за счет так называемой межбюджетной компенсации. То есть компенсировать разницу в стоимости Газпрому будет российский бюджет. Раз сторона согласилась, то есть, допустим, если Россия согласилась, значит, Россия считает, что выгоды от этого договора перевешивают убытки. Уже этим своим решением. Ряд крупных государственных предприятий потребляют российские энергоносители. При получении дисконта, при получении скидок на энергоносители себестоимость продукции снижается, тем самым повышается ее конкурентоспособность. В процентном отношении доля именно восполнения затрат ЖКХ из кошелька гражданина, она вырастает, что, в общем-то, положительно, можно сказать, на переговорах с Международным фондом. Ведь не будем забывать, что одно из требований МВФ это сокращение социальных программ, в том числе и субсидирование оплаты ЖКХ. Беларусь соглашается закрыть газовую тему, выплатив спорную сумму около 300 миллионов долларов. Согласно определенному в ходе переговоров механизму, стоимость газа для белорусских и российских потребителей будет сближаться в течение нескольких лет. В пользу удешевления голубого топлива, во-первых, мировое падение цен на энергоносители, во-вторых, договоренности в рамках ЕАЭС к 2025 году прийти к общему рынку углеводородного сырья. О последних договоренностях с Россией на неделе доложили белорусскому президенту. Еще раз хочу подчеркнуть, мы ничего лишнего не требуем от Российской Федерации и требовать не надо. Мы требуем, чтобы наши субъекты хозяйствования и наши люди были в равных условиях в Союзе Беларуси и России. Это будет главным вопросом в дальнейших моих переговорах с президентом Путиным. Я не буду затрагивать никаких бухгалтерских расчетов, главное будет это. Потому что, как вы мне предлагаете, долгозрочный эффект до 2019 года, но это пройдет немало времени и субъекты хозяйствования будут все равно находиться в неравных условиях. Так, Владимир Владимирович? Ну, пока да. Вот поэтому мне хотелось бы впредь, не сегодня даже, знать, выдержим мы это или нет. В середине 2019 года цена на газ станет равной для производителей энергии, а к 2025 уже для всех остальных потребителей. Решили стороны и нефтяной вопрос. Предыстория такова. Аккумулированную белорусами в результате газовых расчетов сумму россияне назвали долгом и сократили поставки нефти. В третьем квартале вдвое с 6 миллионов тонн до 3. Наши НПЗ, а значит и экономика, разумеется, понесли убытки. В ответ белорусы повышают тарифы на транзиты российской нефти через свою территорию. В результате договоренностей уже на этой неделе Беларусь принимает решение отказаться от повышения тарифов. Соответствующим постановлением Министерство антимонопольного регулирования и торговли возвращает их к прежним значениям. Возобновить поставки, полностью загрузить наши НПЗ россияне обещают до 20 октября. По некоторым данным из-за сокращения поставок Беларусь потеряла около 3% ВВП. Впрочем, в четвертом квартале россияне пообещали поставить 5 миллионов тонн нефти. Заключенные соглашения пока существуют лишь в формате рабочего протокола. Но на этой неделе в телефонном разговоре его одобрили премьер-министры двух стран Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев. В ближайшее время стороны пройдут внутренние процедуры для реализации договоренности. А на неделе о долгожданном разрешении нефтегазового спора Екатерина Желянина, Антон Филанович.